Дорогие друзья, 18 июля наша Церковь празднует память одного из наших древних святых. Святых, которому мы обязаны жизнью с вами. В каком плане жизнью? Потому что именно он был главным идеологом, инициатором вот этой битвы и победы на Куликовом поле в 1380 году. Это преподобный Сергий Радонежский. Сколько бы еще не родилось русских сыновей, дочерей, русских людей, сколько бы находилось в плену, и вообще, что было бы с нашей землей? Ведь если мы с вами посмотрим, то то же самое происходило, вот эта битва грандиозная в Сербии. Куликово поле и Косово поле, да, это одна и та же птица, но результат совершенно другой. Мы видим, что в этой битве на Косовом поле сербы проиграли. И сколько еще эта Сербия стояла на коленях? Вот преподобный Сергий, именно он был вдохновителем, и имея дар прозорливости, он говорил Дмитрию Донскому, «Иди, ты победишь». Но этого мало. Преподобный Сергий дал в помощь двух монахов. Никогда в истории такого не было, что монахи, имея высшее посвящение схему, схимонахи, одевают кольчугу, латы, шлем, берут мечи и идут на бой. И не просто на бой. Один из них знаком многим по нашей истории. Он вышел на поединок с тяжеловооруженным воином монгольским. Тимир Мурзой, Челубей, и одержал победу. То есть они оба погибли в этом бою. Но я почему говорю победу? Потому что именно вот этот поединок с врагом, который превосходит тебя по силе, он показывает мужество и силу духа нашего именно воинства. И еще, ведь Челубей был тоже монахом. Он был монахом-буддистом. И вот понимаете, два монаха сошлись на Куликовом поле. Вот вкратце за эти несколько минут я говорю об этом величайшем святом, о преподобном Сергею Радонежском. И сейчас у нас есть лавра, это его обидель, куда все желающие притекают к его святым мощам. Будем же и мы просить преподобного Сергея, чтобы он помог нам освободить свое сердце от главного врага, это дьявола. А те грехов, которые мешают нам общаться друг с другом и общаться с Богом. Аминь. С праздником.